Всем привет! И сегодня очередное видео я снимаю с своей подругой Аленой. Всем привет! Сегодня мы хотим поговорить об основных моментах, которые вы должны знать перед тем, как прокалывать язык. Кстати, мы уже снимали подобное видео буквально три месяца назад. Вот здесь вот, вот тут вот, вверху, в шапочке можете найти это видео, либо я ссылочку просто внизу оставлю. Мы рассказывали, показывали, как мы меняли сережку, рассказывали свои ощущения после прокола языка и так далее. Главное, основное правило, это то, что именно в начале прокола берите себе большую штангу, примерно 1,8 см. Не менее 1,8 см. Да, обязательно не менее, потому что в первый раз, когда я прокалывала себе язык без Алены, это было года два назад, я проколола себе язык с 1,8 см, ой, 1,6 см, и мне было достаточно, мне было нормально. Но в этот раз, я второй раз прокалывала, тоже думаю, да возьму-ка я эту сережку, не буду тратиться на эту сережку, она стоит 200 рублей, зачем мне это надо? Это была большая ошибка. Да, возьму свою старую сережку и втыкну ее, и все, и будет все окей. Но не тут-то было, мой язык распух, моя сережка, и он стал намного больше, моя сережка туда провалилась, и, в общем, такой вот язычок вылез. Кому-то везет больше, язык не сильно разбухает, а у кого-то во рту целая котлета, как выразился наш мастер. Да, и про котлету это точно прям в точку он сказал, потому что вот у этой девушки вообще он почти что не набух. Мне повезло. Да, и у нее прокол зажил через неделю, через две, уже не болел. Ну, недели-две, и он вообще не болел полностью заросл. А у меня язык спустя три месяца до сих пор болит. У меня то же самое было с пупком, и он у меня долгое время не заживал, года два, наверное, и вот недавно совсем зажил. И то же самое происходит с языком. Именно поэтому я сняла сережку, потому что он у меня просто не заживал. Я думала, что прокололи мне не так, как надо. Теперь поговорим с вами о неприятном запахе изо рта, когда вы только одели сережку и начинаете с ней ходить. Очень плохой момент, из-за которого большинство девочек, ну или мальчиков снимают сережку, не понимая, как нужно обрабатывать ее и вообще снимать и чистить и так далее. Самый оптимальный вариант это при чистке зубов вечером снимать сережку и также почистить ее немного щеточкой. Лучше промыть хлоргексидином, также сполоснуть рот хлоргексидином, как говорит вам мастер. Я, например, когда чищу зубы, утром бывает снимаю сережку и чищу ее щеточкой, потому что когда снимаешь сережку, нюхаешь, и там такой противный запах какого-то металла, который окислился. И неприятный запах у тебя изо рта постоянный. И либо нужно чистить язык и вместе с языком снимать сережку и прочищать, а также можно хлоргексидином, либо зубной щеткой с пастой и все, будет нормально. Желательно обрабатывать хлоргексидином, особенно первый месяц, потом, конечно, когда зажило, если у вас так хорошо все зажило. И вот такая вот штучка есть, приспособление. Я уже говорила миллион раз в своих видео об этой штуке. Это просто волшебная штучка. Продается она в Ашане, стоит около 50 рублей. Я советую ее всем своим друзьям, Алене. Это просто сущие копейки за эту вещь. Чудо-вещь. А в общем, когда ты прокалываешь язык, налет на твоем языке, я не знаю, возможно, там какие-то реакции происходят, все больше и больше накапливается. Если вы его не чистите, ну просто почистили зубы и никак не действуете на язык, то запах будет совершенно неприятный. Вообще советую чистить зубной щеткой, прям той стороной, которой чистите зубы, прям с этой всей пеной, которая осталась после чистки зубов, почистить язык. Ну и в конце завершить вот этой палочкой. Кстати, немножко про щепелявость. У меня щепелявости вообще не было, как таковой, ни в начале, ни в конце. Я нормально разговариваю, а вот у Алены проблема. У меня, да, у меня есть небольшая щепелявость, особенно когда я ношу сережку 1,4, когда я одеваю 1,2, щепелявость пропадает, все идеально, да, но она мне давит снизу, как я уже сказала ранее. Мне кажется, щепелявость это такая своеобразная изюминка в речи. В принципе, меня это устраивает. То есть нет ничего идеального, например, у меня этот язык, который меня конкретно бесит, у нее щепелявость, у меня там, не знаю, еще что-то, у нее какой-то плюс, у меня минус. В общем, нет идеального прокола и нет гарантии того, что у вас все будет идеально. У тебя замечали, например, когда ты беседуешь с человеком, кто-нибудь замечал твою сережку? Кто-нибудь тебе говорил, о, у тебя сережка, типа, не давали у тебя такие моменты? Нет? Не знаю, это большая редкость как-то. Обычно люди не сильно обращают на это внимание. Ну, когда смеешься сильно так, а-а-а-а-а, если ты будешь так рожать, то конечно. То люди замечают и как-то думают на это до сих пор, как бы, 21 век, а люди до сих пор живут, не знаю, в 19 веке, для них это какое-то новшество. Ну, как по мне, они все думают, что, типа, прокол делают только шлюхи какие-то последние, чтобы ублажить своего клиента и так далее. У меня до сих пор есть такие люди, которые мне это говорят. Мы надеемся, что вам это видео было полезно. Оставляйте свои комментарии внизу, мы ответим на любые вопросы. Ссылочку на Алене на Инстаграм я оставлю внизу в описании. В Инстаграме я веду, начала вести небольшой мама-блог. Немного рассказываю о детях, немного рассказываю о нашем путешествии, как мы переносим дорогу и все остальное. Если вам будет интересно, подписывайтесь, читайте. Сейчас еще раз скажу, подписывайтесь, читайте, потому что прошепеляем. Давай, давай, подписывайтесь, читайте рекламу на Сашином канале. Бесплатно. Сама реклама, да. Я этот момент не буду вставлять. Я же монтирую это видео, чтобы у меня чуть подписчиков добавилось. В общем, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить большие пальчики вверх, если вам это видео понравилось или было полезным. А с вами была Аленка Штепко. Алё, да, Аленка, Штепо. А с вами была Алёна Штепо. И Саша Мур. И всем пока. Всем привет. И сегодня очередное видео я снимаю со своей подругой Аленой. Я хотела сказать фразу, да я забыла. Всем привет. Да давай я скажу сначала. А ты же вырежешь, а отдельно будет. Всем привет. И сегодня очередное видео я снимаю со своей подругой. А где мое имя? Зачем? Ты говорила имя, да я. Шикарно. Ты кого кладаешь из сережки? Хотите узнать? Ну, говори. Ну, вообще-то ее надо снять. Калайю, блядь. Ты что, мои мысли читаешь, что ли? А ты мои читаешь, походу. Потихоньку она заживает. Он таки ровняный. Чикнуть язык, как она мне сказала, через неделю после того, как у меня этот язычок второй типа образовался. Она мне сказала, ну, так я думаю, уходи, он тебе чикнет язык твой. Это вообще замечательно. Ох, ох. Ну, в принципе, отсняли. Что еще нам надо сказать? Ну, давай, думай, что еще можно сказать. Ох, ох, ох. А кто это? Это Темка там. Мы с мамой видео снимаем.